Уличные субботники в Сочи завершатся к 1 мая. С каким результатом должен закончиться месячник благоустройства, стало известно на планерке главы курорта. В Сочи завершается отопительный сезон. Котельные готовятся уйти на профилактику. На пляжах Сочи организуют раздельный сбор мусора. Об этом арендаторам прибрежных территорий рассказали сегодня в мэрии. В Сочи проинспектировали две сотни гаражных кооперативов. Итоги обсудили на заседании городской антинаркотической комиссии. Следить за безопасностью на стадионе Фишт во время чемпионата мира по футболу будут 4 тысячи специалистов. Об этом во время встречи с послом Бельгии в России рассказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев и Жан Артур Режибо обсудили подготовку к грядущему мундиалю. Бельгийская делегация перед этим побывала в Сочи. Комфорт и для сборных команд, в том числе Бельгии, и других команд, и для болельщиков. И их безопасность является для нас приоритетом. И поверьте, эти все вопросы отработаны на очень серьезном, высочайшем уровне. Помимо того, что все оргмероприятия согласованы с FIFA, мы помимо этого понимаем, что мы, как я уже сказал, должны сохранить высокую планку комфорта и безопасности проведения подобного рода мероприятия. У нас хорошо продумана логистика и транспортная логистика, и логистика для отдыхающих и болельщиков. Стояла непростая задача – развести потоки. Болельщики должны приехать беспрепятственно и комфортно на стадион, а отдыхающие приехать на пляж. У нас нет никаких переживаний по поводу организационных моментов при проведении футбольных матчей в Сочи. Мы в этом лично убедились. Это касается и отелей, и построек дополнительных, и самого стадиона. Все находится на высшем уровне. Мне удалось посетить фан-зону и стадион Фишт. Мы благодарим вас за то, что получили ответы на все наши вопросы. У нас одна с вами цель – чтобы чемпионат прошел на высочайшем уровне. Кроме подготовки Сочи к мировому первенству по футболу говорили о сотрудничестве между Краснодарским краем и Бельгией. Вениамин Кондратьев заметил, что, несмотря на санкционную политику Запада, Кубань открыта к совместным проектам. Благодаря санкциям очень активизируется внутренний потенциал нашей страны и в нашем регионе. И опять-таки не только сельское хозяйство, промышленность, но и иные отрасли экономики демонстрируют очень активный рост, только потому, что сегодня мы сами заполняем те ниши, которые от импорта сегодня в наших полках высвободились. Я всегда об этом говорю. И поэтому сегодня очень благодатное время для того, чтобы вместе создали предприятие. Для любого инвестора из-за рубежа мы создаем систему максимальных гибких льгот и очень выгодных льгот. Мы освобождаем от налогов. То есть мы максимально создаем комфортные условия для иностранного инвестора. В Краснодарском крае уже работают два российско-бельгийских предприятия. В прошлом году взаимный товарооборот между Кубанью и Бельгией увеличился и превысил 80 миллионов долларов. Маршрутный автобус попал в ДТП в Сочи. Авария случилась на бытке около часа дня. Информация об этом сразу попала в соцсети. Как сообщили свидетели, водитель маршрутки номер 98 поставил автобус на ручной тормоз и покинул салон. Однако ручник не выдержал, автобус с пассажирами поехал вниз. Остановка общественного транспорта расположена на пригорке. Ситуацию спасла девушка-пассажир, которая сориентировалась, схватилась за руль и остановила транспорт. Автомобиль врезался в дорожный знак, забор и остановился. Пострадавших нет. Две недели осталось до окончания месячника по благоустройству, который был объявлен губернатором Кубани. Глава города Анатолий Пахомов проверил сегодня, насколько привлекательным выглядит центр Сочи и остался недоволен. Ряд замечаний он высказал на планерном совещании. Проверяли сегодня благоустройство улиц Театральной, Кубанской, Нагорной и Верхней набережной. При том, что город много лет уже преображается, неряшливое отношение к своим же объектам у большинства бизнесменов осталось. То ли глаз, как говорится, замылился, то ли привычка прибираться раз в год. Сегодня глава города настойчиво потребовал привести в порядок улицы. Надписей на знаковых объектах города быть не должно, как и частных объявлений на информационных стендах. Да и вообще на улицах должно быть просто чисто. Я еще раз и еще раз обращаюсь к горожанам, к собственникам помещений, к собственникам зданий, к собственникам территории. Вы все очень хорошие патриоты города. И поймите, время хорошее стоит, хорошая погода. Надо все приводить к идеальному состоянию. Все ваши объекты должны быть украшением города, потому что уже с мая месяца мы ждем большое количество гостей, которые приедут нам на отдых и, конечно же, на чемпионат мира по футболу. Уже на планерном совещании глава города требует от своих подчиненных, закрепленных за улицами Сочи, еще раз проверить их на предмет благоустройства. Сроки, определенные к 1 мая, надо завершить уличные субботники. Попозже дождь пойдет. Чего ждать, если погода восстановилась пораньше? Главы, то есть начальники управления, тоже улицы у вас есть. У заместителей глав районов, которые закреплены там, тот же центральный район, закреплены же везде? Закреплены. Ну и дети, и делайте свое дело. Готовьтесь. Готовиться нужно и тем застройщикам, которые построили дома на продажу мало того, что с превышением этажности, да еще и с нарушением норм пожарной безопасности. Такие дома, как на улице Ружейной, без жалости будут сносить и впредь по решению суда. Потому что цена жизни человека намного выше стоимости квадратных метров, пусть и в Америтинской низменности. Вновь всплыла тема ночных гонщиков. Сотрудников ДПС просят обратить на это внимание. В преддверии курортного сезона водительский темперамент стритрейсеров необходимо остудить и заставить соблюдать правила дорожного движения. Вызывает беспокойство и несанкционированная торговля. Одни объекты сносят, другие тут же вырастают. Говорили на тему бездомных животных. Всем вроде бы понятно, что каждый из них должен находиться под наблюдением своего хозяина. Но тем не менее кошек и собак, выброшенных на произвол судьбы, в городе много. Главный враг – это тот, кто свою собаку выбрасывает. Это первое. Второе. Я требую, чтобы главы районов прошли по всем строительным базам. Мы же зашли на Мацестни. Там 15-20 собак только на нескольких базах было. Так же? По последним данным, в травмпункт обратилось почти 2000 сочинцев, укушенных собаками. Глава города просит владельцев животных нести в ветлечебницу своих питомцев на стерилизацию. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи на этой неделе завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава курорта. Котельные перестанут подавать тепло в батареи горожан 15 апреля. В прошлом году срок, напомню, пришлось передвинуть. Весна была холодная и квартиры отапливались до 21 апреля. В этом году погода пока радует солнцем и действительно весенними температурами. Поэтому уже с понедельника городские котельные перейдут на летний режим и начнут плавно по графику уходить на профилактику. В ночь с четверга на пятницу воды не будет в части центрального района Сочи. Причина – плановый ремонт на водоводе по улице Санаторная. С 10 вечера 12 апреля до 8 утра 13 апреля будет отключено водоснабжение абонентов на улицах Донская, Подгорная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Тельмана, Тюрупы, Бамбуковая, Плеханово, Пирогова, Пасечная, Крымская, Волжская, Целинная. Полный список улиц и переулков вы видите сейчас на экране. На пляжах Сочи организуют раздельный сбор мусора. Об этом арендаторам прибрежных территорий рассказали сегодня на специальном совещании в администрации города. Оно было посвящено подготовке к пляжному сезону. Также большой блок вопросов касался и темы безопасности. Расскажет Ольга Десятого. До начала лета полтора месяца. Самое время начинать приводить пляжи в порядок. Тем более, что в теплые дни у моря уже есть желающие позагорать. На ривьере, например, рабочие уже обновляют пляжную мебель, красят аэрарии. На пляж зашла и тяжелая техника. После зимы прибрежную полосу подсыпают и ровняют. Ну а ранее пляж тщательно очистили от мусора. Эти кучи из веток и деревьев – следы прошедших штормов. После шторма вся эта куча, что лежит, собирается механически вручную работниками пляжа. Мы заказываем бункер и вывозятся. Уже этим летом на всех пляжах Сочи будет организован раздельный сбор мусора. Об этом арендаторам территории сообщили на большом совещании в администрации города. Для этого есть определенные предприниматели, которые готовы на себя взять время сбора отдельных видов отходов. Это отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно металл. И вот эти все предприниматели сегодня также будут представлены на этом совещании. И все пользователи пляжа, арендаторы могут с ними здесь же уже заключить определенные договора. Это касается и муниципальных, и ведомственных пляжей. Всего и в городе 194. Кстати, четыре из них – это новые территории для отдыха у моря. И абсолютно все до 15 мая должны предоставить в мэрию паспорта готовности. Это касается и благоустройства, и безопасности. Глава Сочи еще раз напомнил – за ее обеспечение руководители пляжей несут персональную ответственность. Кто-то утонет, пощады не будет. И будут приняты беспрецедентные меры. Прокуратура и следственные органы провели проверку, выявили, что отсутствовал в этот момент спасатель. Либо спасатель не был обучен, либо еще что-то. И за это будут нести уголовную ответственность. Тем более, есть причина – гиперчеловека. Серьезную подготовку матросов-спасателей нужно начинать уже сегодня. И ни в коем случае не относиться к этой важнейшей работе формально. Все пляжи должны быть оборудованы от и до. Затем, как у моря исполняются все требования по благоустройству и безопасности, будут ежедневно следить специально организованные патрульные группы. Ну а 18 апреля в Сочи назначены масштабные учения по спасению на воде. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». О ходе реализации послания президента говорили на полицовете местного отделения партии «Единая Россия». Среди планов социально-экономического развития города Сочи – развитие сети общеобразовательных учреждений, обеспечение доступности жилья для детей-сирот, а также реализация партийных проектов «Здоровое будущее» и «Народный контроль». Президент объявил об обоснованной и реалистичной заявке страны на лидерство во всех сферах, подчеркнул Анатолий Пахомов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Это доступная медицина, рост продолжительности жизни, увеличение пенсии, развитие территории, культурно-образовательные кластеры, детские и дошкольные учреждения, программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, вопросы обеспечения жильем, в том числе за счет снижения ставок по ипотечным кредитам и увеличения объемов строительства. Все, о чем говорил президент, это условия для обеспечения нового качества жизни наших граждан. Без решения этих важнейших задач прорыв в экономику невозможен. Президент поставил перед нами очень амбициозные задачи, но он же указал и точки роста, где можно взять необходимые ресурсы. И он нас зарядил на командную работу. Один из главных показателей эффективности работы муниципалитета – это обеспечение бюджетного процесса. Доходы бюджета города Сочи в 2017 году исполнены на 110% от плана, что позволило нам выполнить все социальные обязательства. Добиться таких результатов позволяет комплексный подход при решении городских задач, отмечает Пахомов. В минувшем году в Сочи продолжили создавать дополнительные места для дошкольников. Благодаря построенным детским садам в них пришли еще 620 ребят. 310 новых мест открыто в группах кратковременного пребывания. Предпринимаются на курорте и все возможные меры, чтобы школьники учились в одну смену. В прошлом году мы открыли школу в Верхней Беранде. Недавно завершено строительство учебного блока на 400 местной территории школы номер 100 в Веселом. Есть продвижение, вы знаете, что в Совет Кваджи мы готовы практики. К новому учебному году она готова. Просто сегодня появилась возможность увеличить территорию школы в Совет Кваджи. То есть построить на другой территории спортивный блок. И мы используем это. Но 1 сентября дети Совет Кваджи, прилегающие к территории, пойдут в новую школу. Как и в прошлые годы, значительная часть послания президента была посвящена проблемам социальной сферы и демографии. В Сочи по этим направлениям удалось добиться ощутимых перемен. На курорте реализуется приоритетная задача по оказанию поддержки сочинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и другим категориям нуждающихся. Выплаты получили более 14 тысяч человек. Продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот. В прошлом году для этой цели было приобретено 12 квартир. Улучшается и качество медицины. Объекты здравоохранения не только ремонтируют, но и строят новые. В селах открываются офисы врача общей практики. Здоровье людей – один из национальных приоритетов. Поэтому эффективность партийных проектов «Здоровое будущее» и детский спорт необходимо повышать. Для этого в городе созданы все условия. Также сегодня особое внимание партийному проекту «Старшее поколение». На полицовете составлен список партийцев, закрепленных как за ветеранами Великой Отечественной войны, так и за памятниками и захоронениями солдат, которые необходимо привести в порядок ко Дню Победы. В Сочи проинспектировали две сотни гаражных кооперативов. Полицейскими выявлено масса нарушений о данной работе, а также в целом о работе городской антинаркотической комиссии говорили сегодня на плановом заседании. На заседании антинаркотической комиссии специалисты подвели общие итоги за прошлый год, а также наметили новые задачи. У тех, кто отвечает за профилактическую работу, поручений много. Впереди летние каникулы, поэтому вместе с представителями правоохранительных органов на заседание антинаркотической комиссии пригласили специалистов управлений образования и молодежной политики. У нас активно принимает работу и молодежный патруль, который тоже проводит работу, связанную с профилактикой данного правонарушения. Это и выявление надписей, которые информируют, где можно приобрести наркотические вещества с сайта. Поэтому молодежь активно включается, помогает оказывать все действия органам правопорядка. Сами же правоохранители сегодня доложили о совместном мониторинге со специалистами администрации города и федеральной миграционной службы по выявлению объектов незаконной торговли, а также граждан, которые проживают в Сочи без регистрации. Из 191 гаражного кооператива, расположенного в городской черте, проверке подвергся каждый. Из 12 тысяч гаражей, которые находятся на территории этих кооперативов, 4,5 тысячи были осмотрены и выявлено масса нарушений. Возбуждено 16 уголовных дел, порядка 61 административного протокола. В том числе, в общем-то, были выявлены значительное количество лиц иностранцев, находящихся незаконно на территории города. И в основном это, конечно же, лица из числа ближнего зарубежья, из этого контингента. В общем-то, в дальнейшем эта работа будет продолжена. Каждое ведомство по своему направлению, то есть это зона оперативного внимания. Более 350 школьников приняли участие в акции «Дети России». В ее рамках полицейские с учащимися школ провели профилактические встречи. Одной из таких встреч с учениками средних и старших классов провели сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков и инспекторы по делам несовершеннолетних городского УВД. Школьникам полицейские не только подробно рассказали о пагубном и необратимом воздействии наркотиков и психоактивных веществ, но и рассказали об ответственности за их употребление и распространение. Учащиеся нацелены на здоровый образ жизни, а также проинформированы о вреде употребления наркотических веществ и алкоголя. Добавлю, что подобные мероприятия в рамках акции «Дети России» в эти дни проходят во всех городах страны. Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам. Об этом сегодня пишут «Известия», а мастерам предпишут отказывать в услугах клиентам с заболеваниями ногтей. Им также поднимут профессиональную планку, установив необходимый 250-часовой срок обучения. Такие требования содержатся в национальном стандарте на ногтевой сервис, который с октября впервые заработает в России. Эксперты отмечают, что сейчас поступает много жалоб не только на качество маникюра, но и на заболевания, развившиеся после похода в ногтевую студию. Новый стандарт предписывает специалистам отказаться от работы, если ногти не выглядят здоровыми. После каждого посетителя необходимо дезинфицировать и стерилизовать инструменты, а перед следующим приемом делать обработку рабочего места и оборудования, предписывает ГОСТ. Новый стандарт уточняет требования СанПина к организациям, оказывающим парикмахерские и косметические услуги. В действующих СанПинах нет требований к квалификации мастеров и к технологии. ГОСТ на ногтевой сервис не будет обязателем к исполнению, как и все остальные национальные стандарты. Но те салоны, которые решат по нему работать, смогут привлечь клиентов к безопасности и качествам. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.